Дорогие друзья, как вам я и обещала, у нас будут дополнительные видео с полезными словами, словосочетаниями, фразами из большого руководства Харриса. И сегодня мы с вами посмотрим на часть этих полезных фраз. В самом начале мы с вами видим полезную фразу, что-то остается одной из наиболее частых причин какого-то заболевания в мире. Очень полезная фраза, берем ее к себе в копилочку. Remains, если во множественном, в единственном числе, remains, во множественном S не будет, a common cause чего-то, редлог of, worldwide. Запоминаем, когда хотим сказать, что какая-то причина остается одной из самых частых причин какого-то заболевания в мире. Remain, глагол оставаться. Дальше мы с вами смотрим тут на congenital hyposyletism, врожденный гипотериоз. Не так много у нас было в маленьком руководстве, поэтому мы сейчас с вами посмотрим, какие здесь полезные фразы. Во-первых, там нам не встречалось такое понятие, как TSHR-blocking antibodies. Это у нас антитела, которые связываются с татагорецептором и блокируют его активы. И у нас делится, как бы, здесь врожденный гипотериоз на transient, transient, как вы помните, это транзиторный, и permanent, постоянный. Дальше есть очень полезное выражение are twice as common in girls. Вот это are twice as common. Данное предложение переводится как нарушение или аномалии развития в два раза чаще возникает у девочек. Но вам нужно запомнить are twice as common у кого-то. В два раза чаще у кого-то. И в следующем предложении полезный пример пассивного залога во времени continuous. Вот наш глагол are being identified. То есть изначально это наш пассивный залог to be identified. И вот этот to be в present continuous в пассиве превращается, раскладывается как бы на два глагола. На are или is, если это единственное число, и being. Вот увидели этот хвостик, это у нас пассивный залог в present continuous. Когда мы его используем. Когда мы хотим сказать, что что-то происходит в данный период времени. В настоящем случае в данном предложении у нас говорится о том, что мутации, которые вызывают врожденный гипотиреон, определяются все больше или все чаще. Increasingly это как бы нарастающие. Дальше мы видим полезную фразу transplacental passage. То есть трансплацентарная передача или переход материнских гормонов. Of maternal thyroid hormone. Глагол provide. Глагол provide полезный. Часто используется в различных коллокациях. Например, давать какую-то информацию. Это provide information. А здесь давать частичную гормональную поддержку плоду. Или можно сказать обеспечивая. Provide partial. Partial это частичная. Hormone support. Это гормональная поддержка. Кому? To a fetus. Плод. Дальше мы с вами посмотрим на примеры выраженного гипотиреза врожденного. И это prolonged. Там выше у нас было слово prolonged. Jaundice. То есть затяжная длительная желтуха. Jaundice это желтуха. Feeding problems это когда есть проблемы с кормлением. Когда ребенок плохо. Jaundice это feeding problems. Hypotonia это гипотония. Enlaged tongue. Увеличенный язык. Delete bone maturation. Нарушение созревания или задержка созревания костной ткани. И umbilical hernia это пухочная грыжа. Umbilical hernia. И очень хорошая фраза в следующем предложении. Importantly permanent neurologic damage results if treatment is deleted. И мы с вами часто говорим, потому что глагол result очень важный в медицинском английском. И у нас есть три варианта. Result без предлогов. Result с предлогом in. И result с предлогом from. Вот когда result без ничего, как в данном случае, это синоним слова occur. А вот если result in, то приводит во что-то, а result from возникает в результате чего-то. Обращайте на это внимание. Итак, важно отметить, что постоянное неврологическое, постоянное, как-то перманентное повреждение, пожизненное, можно сказать, повреждение нервной системы возникает, если лечение дословно задерживается из delete или оказывается, назначается не в свое время. И похоже на то, как у нас было тут вами с девочками, да, вот, где он, are twice as common, в два раза чаще, что-то встречается в два раза чаще, are twice as common. Похожая же структура есть у нас здесь, но немножечко в другом варианте. Можно использовать обе из них, are four times more common. Являются и встречаются, опять-таки, в четыре раза более частыми. Four times more common. Так, и вот в этом разделе диагностика и лечение мы можем обратить внимание, как берется анализ крови на ТТГ и Т4. Это heal, prick, blood specimens. Heal – это пятка, prick – это прокол, blood specimens – образцы крови. То есть из пятки берется кровь. И еще как сказать, что такой-то препарат назначается в такой-то дозе. Один из вариантов. Препарат is instituted at a dose of. Запоминаю. Вот, кстати, results in them. И вот еще вариант, когда мы говорим про задержку лечения, то есть несвоевременно начатое лечение. The treatment is delayed. Или suboptimal. Мы можем также говорить про лечение, что оно словно субоптимальное или неадекватное. Inadequate. Suboptimal or inadequate. И про то, как сказать, что есть ли какое-то состояние, подозревается. If transient hypothyroidism is suspected. Is suspected – это подозревается. Лечение можно остановить без каких-либо негативных последствий. Или лечение можно прекратить без каких-либо опасений, например. Treatment can be stopped safely. Treatment can be stopped safely. И важно, мы с вами followed by уже встречали. Followed by further evaluation. Это с последующим или с дальнейшим наблюдением, повторной оценкой и так далее. Мониторингом можно. Вот такие слова полезные встретились в этом разделе. Обязательно себе выпишите то, что вам надо. И все проговорите вслух. Постарайтесь составить свои собственные предложения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!